Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 в студии Александр Зубехин. Здравствуйте! Вооруженное нападение на участкового, а после и наследственно-оперативную группу МВД, выехавшую на место преступления. Именно такова легенда контртеррористических учений, прошедших в селе Актемцы Хангаласского района. По замыслу преступники скрываются в неизвестном направлении. После подтверждения поступившей информации вырабатывается комплекс мер реагирования. По команде в населенный пункт прибывают подразделения силовых структур и специальных служб. Территория населенного пункта объявляется зоной антитеррористической операции. Беспечный родитель Якутск. В наше распоряжение попало видеозапись, на которой женщина с шестью детьми перебегает дорогу в неположенном месте на улице Ярославского. Со слов очевидца, эту картину водитель наблюдает в этом месте каждое утро. Стоит отметить, что регулируемый пешеходный переход расположен всего в нескольких метрах. Женщина! Сейчас ребенок, вот эта девочка завтра будет переходить дорогу одна и будет думать, что она правильно будет переходить дорогу. Мы очень далеко, мы опаздываем же в садик. Вы каждое утро опаздываете, если что, женщина. Надо за пять минут выходить и смотреть, вот где пешеходный переход. Ну я знаю, да. Сколько у вас детей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вы понимаете, что девочка в следующий раз будет переходить одна и будет думать, что она правильно переходит. Я ей говорю, если она одна, то поэтому и не надо говорить. А как это? Вы же сами подаете пример женщины. Сжег человека в печи. Город Мирный. Следствием установлено, что в ночь с 15 на 16 марта этого года между жителем Мирного и гражданином Узбекистана произошла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему удар ногой в голову. От полученной травмы мужчина скончался. А приезжий, опасаясь ответственности за совершенное преступление, избавился от тела путем сожжения в печи. На территории базы, расположенной в верхнем поселке города Мирный. Учитывая данные личности подозреваемого, в том числе, то обстоятельство, что он является гражданином Республики Узбекистан, а также не имеет постоянного места жительства и регистрации на территории Российской Федерации, следователям перед Мирненским районным судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 20 марта текущего года ходатайство удовлетворено, и обвиняемый помещен под стражу на время производства следственных действий. Он признал вину в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Хранил наркотик в Мирненский район. В ходе оперативно-профилактической операции задержан неоднократно судимый 33-летний уроженец Амурской области, работающий в Якутии вахтовым методом. Мужчина подозревается в незаконном хранении и о приобретении наркотических средств. При личном досмотре гражданина сотрудники полиции обнаружили изъяли наркотическое средство «Гашишное масло» весом 0,925 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не выходя из дома, Мирный, участковый полиции по району выявил факт незаконной продажи алкогольной продукции в частном секторе. Установлено, что пожилая женщина продавала водку прямо в собственном доме. С сотрудниками полиции вся алкогольная продукция изъята и направлена на экспертизу. В отношении женщины составлен административный протокол. Мошенники научились подменять свои номера на номера телефонов горячих линий крупных коммерческих банков. В полицию по Мирненскому району обратилась 40-летняя жительница города Мирный. Она сообщила, что неизвестный украл с ее банковской карты деньги в размере более 100 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что с номера оператора другого региона ей позвонил молодой человек и представился с сотрудником одного из крупных банков. Он сообщил, что ее карта заблокирована и предложил решить проблему. Женщина не поверила этому и повесила трубку. Через некоторое время на ее телефон поступил звонок, якобы с номера горячей линии банка. Специалист подтвердил информацию о блокировке карты и попросил женщину для устроения неполадок продиктовать все коды подтверждения, прошедшие ей на телефон. Увидев, что номер входящего звонка определился как номер горячей линии банка, потерпевшая потеряла бдительность и выполнила просьбу уже от специалиста банка. После чего она получила сообщение о том, что с ее счета были списаны 109 700 рублей. По данному факту сотрудникам полиции проводится проверка. В Якутске осужден педофил. Собранные Следственным комитетом доказательства призваны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего жителя села Казачья Устьянского района. Он признан виновным в совершении насильственных действий, сексуального характера и изнасилования ребенка, недостигшего 14-летнего возраста. Следственным судом установлено, что 16 июля 2017 года в помещении производственного здания молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилования 13-летней школьницы. Желомышленник был задержан, в последующем помещен под стражу. Свою вину в совершенном преступном деянии он признал частично, пояснив, что интимная связь со школьницей произошла по обоюдному согласию. На основании собранных следственных доказательств приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к наказанию в виде 14 лет лишения свободы. На этом у меня все. Будьте осторожны.